Итак, здравствуйте, уважаемые зрители! Буквально накануне заместитель премьер-министра Еролы Тухжанов презентовал программу повышения доходов населения до 2025 года. И там было столько интересного, поверьте! Я не буду перечислять все, лишь остановлюсь только на тех пунктах, что вызвали у меня особый интерес. Итак, по заявлению Тухжанова, к 2025 году повысятся заработные платы более 1 миллиона работников бюджетной сферы. Правда, он не уточнил, насколько повысится. Кроме того, предприятия, получающие поддержку от государства, должны будут повысить своим работникам оклады. А это, внимание, около 3 миллионов человек. При этом опять не сказано, насколько повысятся их получки. Но при этом заявлено, что для этих предприятий будут установлены конкретные обязательства. Какие именно? Я так понимаю, их попросту заставят поднять заработные платы. А если бизнес не может этого сделать, тогда что? Разве можно в наше непростое время напрягать предпринимателей? Ведь из-за экономических бурь сейчас у бизнеса и так много расходов. Цены на все растут, инфляция, курс валют нестабилен. А тут еще обязывают повысить ЗП всем работникам. Выдержат ли наши предприниматели такого давления? Про это господин Тухжанов не упомянул. Едем дальше. По словам чиновника, к 25-му году будут созданы более 2 миллионов новых рабочих мест. В том числе в сельском хозяйстве и туризме. Слушайте, а что такого создадут или придумают в сфере туризма, что вдруг появится много вакансий? Выроют огромное море, понасажают кучу пальм вокруг и навезут туда песка? Да к нам туристы едут с большим трудом. Они о нас практически не знают, с чего вдруг они к нам набегут. Ну а сельское хозяйство? Об этой отрасли, которая уже много лет лежит на боку, можно говорить бесконечно. Вернее, о проблемах сельхозки. Это и нехватка поливных земель, и устаревшая техника, и дорогие кредиты, и малая зарплата. Почему люди бегут из сел? Потому что там нет работы и низкие доходы. А еще потому, что все блага цивилизации в городах, а на селе пыль да грязь непролазная. И за счет чего там будет создано полмиллиона рабочих мест? И главное, кто создаст эти новые места? Тот самый молодой человек, которого на днях назначили вице-министром? Как там его зовут? Абулхаир Тамабек, и которому всего 27 лет? Слушайте, это же каким специалистом в области сельского хозяйства надо быть, чтобы в таком возрасте стать заместителем министра? Ну, наверное, там наверху виднее, но не знают, кому доверить наш непростой и хромающий на обе ноги аграрный сектор. Кстати, одним из способов появления новых рабочих мест будет создание вокруг крупных предприятий так называемых поясов малого и среднего бизнеса. К примеру, стекольный завод в Казалардинской области создаст вокруг себя пояс из 8 мини-заводов по производству стекловолокна, автомобильных стекол, стеклотары и так далее. Напомню, это тот самый многострадальный стекольный завод, который строили много-много лет и на его строительстве украли много-много денег. Из-за этого погорел и сел в тюрьму бывший министр экономики Бешимбаев. И теперь вот вокруг этого завода хотят построить еще 8. Сколько денег украдут там и кто еще погорит? Едем дальше. По словам Ярлы Тукжанова, к 25 году Казахстан на 100% будет обеспечен отечественными продуктами питания. Ух ты, подумал я. Да мы сахара производим всего на 7%, а остальное импортируем. Мы даже импортируем то, что, казалось бы, сами производим в большом количестве. И мясо, и пшеницу, и макароны. В год Казахстан завозит продуктов на 4 миллиарда долларов. Как мы все это изменим за 3 года? И еще. В своем выступлении заместитель премьер-министра заявил, что к 25 году 20 тысяч многодетных матерей смогут повысить свою квалификацию и получать доход, не выходя из дома. Фантастика, подумал я. И мы больше не увидим матерей, которые штурмуют акиматы, требуя повышения доходов, жилья и еды. Неужели через 3 года мы заживем, как в самых развитых странах, и будем сыты, довольны и счастливы? Эх, как там говорил Станиславский, не верю.